а тут пока в какой-то веке помирилась с нюхой и и глажу закрепляя си эффект я немножко поговорю о том что происходит за кадром так сказать потому что я уже вижу появляются такие комментарии ему заяц там похож на кролика по поведению или зайцы совсем спокойные никак себе люди представляли и хотелось бы сказать что ну вы представьте что я буду во время серьезной драки зайцев доставать камеру снимать их на видео или увидев панику лили когда она подпит подпрыгивает на два метра а насколько вы помните на другом видео я тискала лили как хочу а вот в этот раз у нее к примеру при моем появлении возникла паника и она скакала под два метра ударяясь о потолок но представьте если бы я это снимала на видео кем бы я была если бы не попыталась успокоить зайцы собственно направить его в лёжку достал бы камеру что вот у нюша подозрение на отиты практически каждый день приходилось зайца загонять в угол скручивать и заливать эти капли в уши зайцы сейчас недоволен зол пытается вцепиться в руки уходит потом с рычанием и фырчанием в лёжку и несколько дней с тобой не общается за кадром происходит очень много вещей и чисто физически и чисто морально я не могу их снимать на камеру потому что в этот момент я думаю о сохранности здоровья животного и себя зачастую потому что если к примеру на вас нападет русак в голову тоже не будете думать ой а классно давайте-ка я это сниму поэтому говорить о каких там похожесть но моментах то что это поведение очень похоже там двух видов или о том что оказывается они вот такие все из себя ласковые спокойные но это совершенно неправильно простенюх потому что нету полной картины к тому же эти животные как правило по им жешны то есть я знаю их поведение они знают моё поведение они реагируют на меня довольно спокойно и у нас минимальное количество конфликтных ситуаций или мы знаем как их быстро решить если говорить о свежем приеме вода к тебе приезжает только только приехал какой-нибудь отказничок ты не знаешь о тараканов он не знает твоих и зачастую это выливается не очень хорошие ситуации или когда у нас сезон зайчат или весенний гон у зайцев тоже как правило событий гораздо больше нежели сейчас я зайцы днем спят собственно экономит энергию потому что холодно потому что зима и собственно это животное по своему образу жизни ночные то есть у них активность ночью а ночью понятно и хозяюшка спит то бишь я сплю потому что днем идти на работу поэтому большая часть видео это то как заяц лежит как я его тыкаю извиняюсь в носик или глажу но это не значит что у нас вот все взаимоотношения с зайцами ограничиваются именно этим в противном случае заяц бы уже давно был в каждом доме идеальным домашним питомцем потому что кто увидел нашу статистику по рассказу на конференции у нас поступай поступило около 450 обращений по соцсети вконтакте за сезон чем многие люди в контакте не сидят многие люди вообще в интернет новости о своих зайцев не выкладывают и вы можете представить что каждый год подбирается около двух тысяч зайцев ну по меньшим меркам заяц живет в неволе не 3 не 4 не 5 лет он может дожить до 10 лет спокойно даже возьмем 8 лет если каждый год люди подбирали столько зайчат удачно их выращивали удачу содержали бы дальше у нас бы заяц стал бы обычным домашним питомцем даже вот ворон грачей галок чаще содержит в неволе нежели зайцев там разных истребов соколов совушек а заяц не так часто встречаются неволе потому что несмотря на свой обычный вид проблем при содержании невероятно много и вот то что я сейчас наглаживаю нюху я перед этим наверное минут 15 ползала по полу чтобы не спугнуть потому что на все ожидала что снова в цеплюсь и пуши и закапывают туда противные вонючие капли да да и в своем прошлом доме у алисе нюша была такой боевой довольно мадам и сейчас понятно здесь прохладно она стала поспокойнее почувствовала зиму 10 перчик не слили на которых можно сбросить энергию я уж это не вижу сильной активности с ее стороны хотя до прихожу по утрам бытовку здесь разрушена абсолютно все разбросан несколько по полу все это начинаешь убирать это все невероятно весело я думаю что ближе к весне получится снимать более информативные видео потому что уже после шести вечера будет относительно светло там уже зайцев будет гораздо больше многие животные будут проходить подготовку к природе а значит я надеюсь что возможно с какими-то скрытыми камерами может вообще установим камеру в вольере получится снимать их поведение потому что она у них относительно нормальная более естественно все по им же шины и зайцы насколько вы помните они имеют или проблемы со здоровьем а проблемы со здоровьем они определенно отражаются на поведении и активности зайца или же как раз поведенческие так сказать отклонения недостатки например извини лишние доверчивость к людям отсутствие полной неофобии то есть заяц безбашенно бросается к любому новому объекту с целью его изучить или например когда заяц не воспринимает природный свой рацион потому что владельцами был привучен к сухому корму поэтому я очень прошу не писать комментарий о том что вот заяц похож по поведению на кролика потому что вы не видели поведение зайцев и не видели поведение большого количества кроликов их не содержали одновременно и в жизни животными этими лично практически не общались я прошу не писать комментарий о том что ой как классно у нас заяц жил жил долго и счастливо нет я конечно рада когда я жил долго и счастливо это на самом деле там лет восемь девять но обычно жил долго и счастливо в понятии людей это больше двух лет полтора два года могу сказать что просто у зайца запас прочности кончился я ничего против владельцев зайцев не имею мы с ними общаемся у нас есть чатик вконтакте есть люди которые содержат одновременно и зайца и кролика в квартире и кошку и собаку и прочая живность ну и как бы если у вас есть к этому интерес то можно как-нибудь попросить рассказать об этом в чем именно им показалось отличным содержание зайца и кролика в одних и тех же условиях потому что у меня сейчас лично живет только одна крольчиха эльза хотя раньше был кроликов гораздо больше это было так племенная работа дико рашечки просто красивая порода а а а а а а а а а в общем меня послали роман улели с перчиком уже кончился продлился он недолго а лилия начинает выбаиваться мазая то бишь адаптировалась нашла себе лёжки и теперь при появлении человека пытается или сделать свечку вверх подпрыгнуть и смыться в лёжку хотя если её на лёжке находишь тогда она замирает и даже если ты с ней что-то делаешь она особо не двигается а приручать мы её не будем потому что возможно что в перспективе но это будет видно ближе к весне мы всё-таки займёмся её подготовкой пока мы не можем выселить в вольер или как-то проверить её физическую подготовку физическую форму проверить насколько она здорова нормально ли она двигается как она реагирует на рацион природный потому что к холоду она не приучена и меня опять перебивают горлицы мне опять неудобно говорить ну надеюсь вы мою мысль поняли возможно кто-то на меня обидится ну простите если это в чём-то звучало резко я не хотел я люблю кроликов я люблю зайцев но также когда люди которые содержат собак долгое время говорят я хочу завести волка или лису или медведя я могу сказать а вы уверены ведь это совершенно разные животные или когда человек который содержал попугайчика волнистого решит себе завести орлана я тоже спрошу а вы уверены это же разные животные поэтому точно так же ну тот же человек который содержит майкона решится взять себе рысь та же самая ситуация поэтому когда человек говорит ну что у меня был кролик у меня было много кроликов и они точно так же рушили дом я вполне справлюсь с зайцем я не уверена ну простите я кроликов очень легко содержала а жизнь с Марусей в комнате это было из рубрики вот мазохизм над собой но естественно да животное безумно умное интересное по повадкам чем-то отдаленно напоминает более привычных нам кошек и собак каких-то нюансах поведения поэтому многие люди в них начинают влюбляться и вот случается такой диссонаж что вроде зайца очень любишь а с другой стороны содержать его практически невозможно потому что это требует очень много нервов сил и это ведет к очень большим убыткам вот к примеру насыпала я значит им корм поставила я им в воду и надо же было весь корм высыпать в лоток а еще жопой сесть в воду ну перчик отлично молодец шикарно так ну и раз уж заговорили о зайцах и посмотрели здесь на перчика на нюшу попробуем сейчас посмотреть на лили а лили у нас вот сныкалась в ящике это домик который привезли хозяева с бромом мы немножко почистили не будем нервировать заклеили скотчем потому что крышка съемная и в общем то оставили в бытовочке лили оно понравилось так уж и быть в этом же видео получите ваши горлиц которые всячески пытаются помешать мне говорить своим хихиканьем или уруруканьем да прохладно я сейчас включу потеплее второй рефлектор